Привет! Сегодня делаем два пряника банка варенья. Для этого нам необходима сама заготовка пряникой. У меня она покрыта белым айсингом. Вы можете этого не делать. Еще нам понадобится сам айсинг разных цветов. Коричневый, красный, светло-розовый. Ну и собственно все. Немножечко красителей. Сначала обведем коричневым. Если вы будете заливать заготовку белым айсингом, то оставляйте чуть-чуть краешек, чтобы выступал. По самому краю не ведите. Так будет симпатичнее выглядеть, когда пряник уже будет готовый. Как бы стекло высвечивает. У меня двойное покрытие, потому что я не буду верх заливать, а буду его добавлять, чтобы он выступал над нижней частью, крышечку. В процессе мастер-класса это будет видно. Я делаю двойную обводку. Работаю я с корнетиками обычными бумажными. И теперь темный, малиновый, красный, с коричневым. У кого что есть. У меня красители топ-декор гелевые. Я здесь смешала коричневый и красный-алый красители. Вот эта обводочка, она должна быть темнее самих ягодок. В произвольной форме укладываем ягоды в банку. Я не делаю здесь этикетки. Этикетку, если кто-то захочет, просто можете заранее прорисовать, процарапать, чтобы ее не заполнять ягодками. Оставить белую. И этикетку заливаем в последнюю очередь. Теперь коричневым, темным, я еще по краешку пройду. Именно вот по той стороне, по правой. И чуть-чуть внизу. Это будет оттенок, глубина в банке. Нам нужно максимально приблизить к натуральному виду. И теперь отсаживаем вот в эти ячейки красный-алый, окрашенный красным или алым красителем. Можно есть клубника-краситель у топ-декора, тоже красивый будет. Просто вот так, такими ягодками. Это как бы мокрым, по мокрому техника, потому что обводка наша не успевает высохнуть. Даже если вы работаете на живом белке, все равно она не успеет высохнуть. И получается такой единый вид. Однообразный такой. Нет четкого разделения между ягодками. Ягодки получаются чуть-чуть выпуклыми. Вы можете, если айсинг у вас сохнет быстро, долго, то есть, вы можете чуть-чуть подождать, и чтобы вот эта обводочка чуть-чуть буквально подсохла. И тогда отсаживать ягодки, и они будут более выпуклыми в баночке казаться. Но я это сделала сразу, и все равно эффект объема останется. Белым или нежно-розовым айсингом делаю точечки на ягодках. Это наши семена на клубничке. Не давая подсохнуть, чтобы косточки эти не выступали, а и блик, белый блик, а сливались с красным айсингом. Нам нужно передать блеск стекла в банки, и тогда пряничек будет выглядеть очень эффектно. Коричневым айсингом, немножечко в некоторых местах я пройдусь, оттеню, придам глубину. Мы потом еще красителями будем в конце это делать. Но сейчас я это делаю айсингом. Чуть-чуть как бы обвожу некоторые ягодки, тем самым их углубляя в банку. Не все и не ровненько, а просто кое-где вот такими вкраплениями. Вот уже на что-то похоже на ягодки. Теперь нам нужно крышечку отметить. Здесь у нас будет веревочка. Я сделала две дырочки. Просто обычная веревочка завязана. Или ленточку можно сделать. И отмечу складочки на вот этой рюшечке. Можно сделать настоящую рюшечку с помощью насадки лист лепесток розы. Боком ее ставить и делать такую настоящую рюшечку. Но мне нравится. Да мне все нравится. И так нравится, и так нравится. Сейчас мы будем делать просто прорисовку. Здесь нам надо немножечко дать подсохнуть. Чтобы рюшечка была не плоская, а объемная видно было это. И потом просто так обведу. Тоже оставляю чуть-чуть. Верхушечку залью. Айсинг здесь нежно-розовый. Можно его сделать бежевым. Этот айсинг на альбумине у меня. Это не на живом белке. Я работаю и на живом, и на альбумине. Иногда использую по желанию заказчика готовую смесь. Бывают и такие. Мне нравится работать и с тем, и с другим, и с третьим. Ко всему можно приспособиться, приноровиться и работать. Изначально я работала только на живом белке. Я люблю работать на живом белке. Мне нравится его структура айсинга. Иногда добавляю сироп глюкозы. Тогда айсинг не так быстро сохнет. Обычно на живом белке айсинг быстро застывает. И особенно когда техника мокрым по мокрому, это мешает. А если добавить в айсинг сироп глюкозы, то это задерживает, дает время для работы в технике мокрым по мокрому. Вот просто заполняем, не трогая эти полосочки, оставляя их, чтобы их видно было. Потом мы все это прорисуем и сделаем оттенок. Вы можете сами придумать любые эти крышечки. Полотняные можно сделать какие-то, вот с рисунком таким, как у меня фон. Это уже дело вашей фантазии. Можно в цветочек прорисовать, тоже мокрым по мокрому. Так, боковую часть заполню коричневым. Это как бы тень такая там будет. Все, пусть он немножечко подсохнет. А я второй пряничек сделаю. Второй пряничек мы сделаем в баночке. Я не знаю, что там будет у нас. Брусника или черника. Такие темные ягодки будут, мелкие. Здесь немножко по-другому, не так, как в клубнике будем делать. Можно и так, и так. Вот в этой технике можно сделать вишню очень красиво получится. Там не надо будет делать никаких точечек, где вишня. Можно каждую вишенку, просто блик сделать беленький. Будет красиво. Вот такой айсинг, такого цвета у меня, сиренево-фиолетового. Наверное, черника это. А может черника с брусникой. Я полностью заливаю пряник. Когда большие поверхности, девочки, с которыми мы уже много времени, они знают, что большие поверхности, я заливаю ложечкой. Мне так быстрее и так удобнее. Маленькая кофейная ложечка. Вот смотрите, айсинг не очень жидкий. Он не растекается, но он и не ложится комками. Вот нужно добиться этой консистенции айсинга, чтобы он и не был такими кочками по всей банке, да. Но и не растекался, потому что после высыхания он будет тогда пористый, если много воды вы добавите. Будет пористый, рыхлый, некрасивый. Немножечко так его пошевелить, оно все растекается, видите, разбегается. Лишние там пузыречки уберем. Чуть-чуть, буквально несколько минут дадим постоять. Вот в таком виде прянику, пока сделаю крышечку. Эта заливка чуть-чуть, буквально подсохнет. Если вы хотите, чтобы ягодки были более выпуклые, объемные, значит, дайте постоять минут 10 этой заливки. И только потом размещайте в баночку ягодки. Тогда они будут такими выпуклыми у вас. Я этого делать не буду, они все равно получатся чуть-чуть объемными. Айсинг темный, красный. Это красный с коричневым. Отсаживаем ягодки. Разного размера, они не все одинаковые. Какие-то ягодки крупнее, какие-то помельче. Теперь темные, почти коричневые или фиолетовые. К красному добавьте чуть-чуть синего, голубого. И будет темный. И вот такие светлые. Это как клубничку мы делали этот цвет. Вот такие. Смесь, наверное, черники с брусникой будет. И теперь в каждую ягодку нам нужно точечку поставить белую. В каждую, в каждую не пропуская. Вот так вот поставить точечки. Вот. Еще добавим ягодок на пустые места. Пусть баночка будет наполнена. По краям она темная, вы видите, да? По серединке там тоже темная. Видно как бы сироп. И вот белый такие, белый блеск стекла. Пока он просто из айсинга. Он растекается, он не ложится объемно. Он сливается с общим айсингом темного красного цвета. Так. Теперь крышечку точно так же делаем, как делали в банке с клубникой. Полосочки эти стараемся, чтоб они оставались видны. Делать такие пряники не сложно. И они не занимают много времени. Но нужно просто потренироваться и приноровиться. Можно сделать целую кладовку с разными видами варенья, с огурцами, с помидорами. Целая коллекция может быть из вот таких заготовочек. Можно вытянутые такие делать. Баночки квадратные, красивые. Такие прянички можно дарить хозяюшкам. Они могут не только быть съедены, но и украсить кухню. Вот мы залили и она должна постоять и высохнуть. Вот высохл пряник. Это я на следующий день. Мы его окончательно прорисовываем. Белый гелевый краситель. Тонкая кисть. Мы теперь будем рисовать стекло. Блеск стекла. Значит, смотрите, что здесь важно. Важно не прокрашивать, ну так, ляпами белыми, такими ярко-белыми полосами. Все. Не затушевывать, нет. Нам нужно, чтобы сквозь вот это стекло просвечивались ягодки. Поэтому нам нужно чуть-чуть наносить. Краситель будет съедаться айсингом. То есть вот то, что вы положите сейчас, цвет, он более тусклый станет буквально через 10 минут. Потому что айсинг, он впитывает краситель и становится бледнее. А это нам в данном случае как раз и нужно. Потому что отблеск самый яркий может быть в нескольких буквально местах. А остальные места, баночки вот по краям, они должны быть такими бледно-бледно-белыми. Вы можете смочить кисть водой, ее обтереть, чтобы она была влажная. И растушевывать вот эти белые, что мы нанесли, белую краску, растушевывать ее, добиваясь естественного стеклянного блеска. То есть вот эти белые, сильно яркие отблески должны быть всего в нескольких местах баночки. Остальное будет у нас бледно-белым. Коричневым или даже черным. В данном случае у меня коричневый, но можно и черный. Мы под крышечкой делаем тень. Крышечка должна отделяться от банки. Это мы делаем темным красителем. Черным или коричневым. Просто вот прорисовываем по краю крышки. Потом под коричневым можно провести полоску такой красный, чтобы имитировать тень от крышки. Также коричневым можно коричневый и красный. То есть кисточку чуть-чуть набираем красный и коричневый. И кое-где обводим по краешку. Не каждую ягодку, а кое-где. Так, здесь у нас будет веревочка, но нам нужно делать складочки. Сильно грубо коричневым мы не делаем. Я смешиваю коричневый и белый. Чуть-чуть набираю на кисть. Самое яркое, коричневое, темное должно быть на сгибе складки, имитировать сгиб складочки. Остальное должно быть посветлее. Для этого мы смешиваем коричневый и белый красители. То есть прорисовываем такие вот складочки. Мелкими-мелкими штришками. Тонкая кисть. Кисть у меня синтетика. Единичка. Она очень тонкая. И очень удобно с нею работать. Можно воспользоваться сухими красителями. Тоже оттенить сухими. Это уже ваше дело. Я это делаю полусухой кистью. Я ее практически не мочу. Просто чуть-чуть набираю краски на самый-самый кончик. И вверх тоже вот так вот сделаем небольшие штришки, имитируя складочки. Обведем вверх. Вверх у нас чуть-чуть темнее, как бы тень падает сверху. делаем крышечку плоской верхушку. Эту шляпку, как она там называется. Чуть-чуть так растушевываем ее. Вот здесь можно кисть смочить и чуть-чуть ее растушевать коричневую. Так, еще раз по краешку пройду. Трудно остановиться. В принципе, баночка уже уже похожа на объемную баночку. Видите, как съелась краска, да? Поэтому мы изначально проводим несколько штрихов айсинга. Айсинг мы подкрашиваем. С этой стороны тоже белым. Между этими штрихами можно потемнее красным провести. Можно не проводить. В общем, делаем оттенки. Чтобы создать объем. Так, теперь баночка с черничным, брусничным вареньем. Вот смотрите, хотя я и не ждала, пока залитый фон у меня подсохнет, все равно ягодки получились объемными. Они, собственно, и не должны сильно выступать из банки. Они же в банке находятся. но объем все равно остался. То же самое повторяю. Затушевываю часть белым красителем. Чуть-чуть его наношу. Несколько полос белых оставляю ярких. Возле крышечки мы красный, коричневый, черный делаем оттенок. Оттеняем, отрываем крышечку от банки. притаем глубину. Если у вас есть сухой белый краситель, можно блики эти сделать сухим белым красителем. его на салфеточку, на бумажную сухой кистью растушевываете по салфетке и наносите на банку. Чуть-чуть ягодки обведу некоторые коричневым с красным тоже чтобы придать объем и глубину тенями. Крышечка здесь у нас будет я просто так чуть-чуть отмечу там будет из айсинга веревочком и точно так же делаем складки как и на первой крышке. Наиболее темный там где сгиб складки и менее темные дальше в глубине складочки. если будете делать этикетку на банке то этикетку заливаем после я уже говорила просто повторю после того как уже все ягодки там в банке в последнюю очередь мы заливаем эту беленькую этикетку потом уже ее прорисовываем и пишем что там что хотим то и пишем можно сделать дырочку прикрутить привязать этикетку какую-нибудь настоящую бумажную с поздравлением как бы открыточка такая будет вариантов много можно придумать крышечку чуть-чуть оттенем я водой чуть-чуть смочила и растушую мокрой кисточкой немножечко коричневая все край у нас должен быть самым темным там он как бы в глубину идет вот эти края так краешки там где у меня белая осталась я тоже прорисовываю чтобы крышка была видна чуть-чуть по краю крышки все в принципе теперь здесь можно прорисовать веревочку я коричневым коричневым айсингом просто проведу несколько раз вот так после высыхания веревочки можно белым красителем чуть-чуть капельками такими полосочками по веревочке провести как бы ей придать фактуру вот такой бантик будет так а здесь я просто в дырочке просунула веревочку здесь белым айсингом я проведу по краю веревочку вот так до начала вот этой дырочки посередине я не буду там будет завязка и тут до конца опять же в эти веревочку можно какую-нибудь этикеточку красивенькую придумать и завязать на бантик здесь я хочу прорисовать маленькую рюшечку по краю салфетки не салфетки ну да наверное салфетки по краю крышечки просто такие маленькие петельки сделать ну вот и будет нарядненькая такая крышечка внизу каждой петельки по точечке поставлю вот так вот смотрите симпатично так стало вот все пускай высыхает и дожидается своего часа еще сейчас добавлю веревочку а здесь я просто завяжу бантик так все кончики мы обрежем нет сначала узелочек завяжу а потом обрежу так и этот все готово вот по-моему прянички удались еще клубничку я хочу немножечко оттенить чтобы она не была одинаково красной как бы как бы один кончик чуть темнее другой светлее красный краситель я по по краю каждой клубнички ее сделаю чуть-чуть темнее тем самым мы ее еще больше сделали объемной все этот пряничек у нас готов второй пряничек у нас тоже готов еще можно сделать смотрите вот прорисовав структуру ткани если вы будете бежевую делать например светло светло бежевую вы можете прорисовать потом мешковину как бы на крышке вот такими вот полосочками тоже будет такое естественный вид натуральный похоже на настоящую тряпочку такую вот такими полосочками все я надеюсь мастер-класс вам пригодится делайте закручивайте ягодки свои всего всем хорошего делайте